Друзья, мы продолжаем. И у нас в студии гость, это министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым, Михаил Сергеевич Афанасьев. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. У нас, естественно, на повестке дня важный вопрос, но перед этим хотелось вас спросить, как настроение? На улице уже наконец-таки все цветет, пахнет. Прекрасный май уже завтра. Как настроение с утра? Настроение у нас соответствующее, цветущее, радостное. Уверен, что все будет хорошо. С учетом того, что завтра у нас первый майский день, то, я думаю, вообще будет все великолепно. Самое главное, чтобы наши крымчане сидели дома все-таки в этот первый майский день. Максимум это можно выйти подстричься чуть-чуть. Теперь уже, да. Наконец-то. Завтра. Тема сегодняшней нашей беседы – создание и наполнение раздела «Я помню» на платформе проекта «Электронная книга памяти Республики Крым». Вообще, хотелось бы для начала коротко узнать, рассказать или зрителям об этой платформе, о ее работе. Действительно, в Республике Крым создан очень замечательный проект «Электронная книга памяти». Она была создана по инициативе главы Республики Сергея Валерьевича Аксенова еще к 70-й годовщине. Была проведена колоссальная работа, собрано большое количество материалов. На сегодняшний день мы можем сказать, что более 60 тысяч имен и фамилий внесено в этот электронный ресурс. Как я уже сказал, очень кропотливая работа была проведена по сбору данной информации. Были предоставлены сведения из Центрального военного архива, из Центрального медицинского архива, архивов военных комиссариатов, учреждений социального обслуживания. То есть, очень много информации, которая проверялась, перепроверялась и только после этого вносилась на этот ресурс. Вообще, чтобы было понимание, основная идея, основная цель этого проекта заключалась в том, чтобы люди могли, обратившись к этому ресурсу, найти своих родственников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне, узнать о местах их захоронения, об обстоятельствах гибели, если такие факты, так скажем, были найдены. И опять же, в том числе и было в ходе реализации данного проекта много таких моментов, которые, когда люди считали, что их родственник погиб, а по факту он оставался живым, или устанавливались места захоронения. То есть, как бы, такой достаточно полезный ресурс, который действительно очень-очень интересный. Ну, а могут ли вообще крымчане вносить свои предложения, добавлять, расширять этот список, да? Да, безусловно, он может дополняться, и он регулярно дополняется. Есть, так скажем, алгоритм действий, который должен человек пройти. Мы в этом вопросе работаем в плотном взаимодействии с союзом ветеранов. Весь этот процесс происходит через эту общественную организацию, то есть, они перепроверяют данные факты, после чего информация после проверки вносится на данный ресурс. То есть, достаточно подать заявку, обратиться, да? Да. И просто предложить информацию перепроверить. Продолжение проверки, верификация и, соответственно, подлинность этих предоставленных данных. Раздел «Я помню». Раздел «Я помню» – это раздел, который мы запустили совместно с Крымтехнологией в этом году. Основная идея и смысл этого раздела заключается в том, что люди могут разместить на данном ресурсе рассказ о своем родственнике, который принимал участие в сражениях Великой Отечественной войне. Там погиб, не погиб, но принимал участие, то есть, так скажем. Опять же, основная идея данного проекта – рассказать о тех событиях, которые происходили, о всех тех ужасах войны и о тех людях, благодаря которым мы сегодня с вами радуемся завтрашнему майскому дню. – И насколько вообще популярностью пользуется этот раздел? Насколько часто крымчане размещают информацию? – Ну, ресурс достаточно востребованный, с учетом того, что, ну, если говорить о вообще книге памяти, то, как я уже сказал, там более 60 тысяч уже у нас именной фамилий. Раздел «Я помню», он тоже достаточно востребованный. Ну, так скажем, там такого количества пока у нас еще нет, но мы уверены, что он будет наполняться с очень, так скажем, большой прогрессией. Вот, и, так скажем, по итогам года мы, допустим, сможем ожидать хорошую цифру. – Вот, как раз-таки хотелось спросить, как долго будет работать этот портал? То есть, если, например, наши телезрители сейчас смотрят и переживают о том, что 9 мая вот-вот уже, они еще не всех успели вписать в книгу памяти, в раздел «Я помню». Переживать однозначно никому не стоит. Данный раздел будет работать, как и весь проект, он будет работать на постоянной основе, мы его закрывать не будем, и поэтому любой желающий в любое время сможет к нему обратиться и внести туда сведения о своем родственнике, так скажем, если это основной раздел. А если я помню, то есть рассказ, этого никаких проблем в этом нет. – Идея вообще создания вот такого проекта, портала, она родилась в Крыму или мы все-таки по аналогу из других регионов создали? – Ну, как я говорил уже, еще к 70-й годовщине Победы эта вся история была создана по инициативе главы республики, поэтому, так скажем, это его идея, это реализация проекта именно республики Крым. Поэтому, ну, безусловно, у других субъектов тоже есть, так скажем, несколько в другом формате похожие истории, но мы считаем, что наша история самая лучшая. – Естественно, потому что регион такой великих боевых событий, великой боевой боинской славы. – Также еще вот какой вопрос, вы говорите, что в момент создания пользовались помощью ветеранских организаций и так далее, то есть вот их силами и создавалась та самая база или какая-то еще группа историков, экспертов помогала создавать эту картину? – Ну, как я уже говорил, здесь была проведена большая работа, безусловно, Союз ветеранов сыграл в этой работе очень значимую роль, ну, вместе с тем здесь также работа была архивных учреждений, работа была социальных работников, людей, которые предоставляли эту информацию, то есть, так скажем, весь комплекс… – Да, то есть, здесь были задействованы очень большое количество людей, профессий, как говорится, служб, в результате мы получили хороший результат, мы это понимаем, знаем, и сегодня люди могут им воспользоваться и знать о том, как это было и кто в этом принимал участие. – Отдела благородная. – Да, и, друзья, если вы сейчас слушаете, смотрите нас и не знаете, как же найти этот сайт, очень просто продиктую вам его адрес www.rk-memory, то есть память.ru. – Все очень просто, заходите скорее на этот портал, переходите в раздел «Я помню», пишите рассказы о своих близких, родных, о которых и мы тоже очень хотим помнить и будем. – Даже если вам не о ком писать, вы могли бы прочитать о тех героях, о которых стоит знать в любом случае. Ну, а мы благодарим вас за то, что пришли к нам в гости. – Спасибо, спасибо. – У нас в гостях был Михаил Афанасьев, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым. Спасибо. – И эфир продолжается, новости из интернета ждут вас. Смотрите. – Спасибо.